Нужно право, да, зачистить, все-таки, да. Ты помнишь, да? Ну да. Так, буквально, да, я сидел, выбрал клапу. Блоки питания и так далее, все есть для того, чтобы создать для него нормальную зарядку и так далее. Все закуплено, потому что я зарабатываю, все уходит в это. Семье я не дал ни копейки, очень много лет. Это неправильно. Взять и меня ненавидят. И любят, и ненавидят, и ненавидят. Ты еще полезный человек, поэтому... Как это правильно называется? Реактор? Ионизатор... Ионизатор воды? Водорода. Ионизатор? Вода? Как? Ионизатор воды. А почему здесь водород-то как? Да потому что водород не там вырабатывается. Так как здесь есть диафраума, это не хорошая дешевость от 2000. Здесь есть от 200. Вот там. И капает флор, там, кислый, короче. То, что я три человека. И получается, когда выпиваешь. Свободный радикал, да? Ну от радиации, там, курил, там... То есть все, что ты раньше делал, это не означает, что у тебя оно вышло. Это еще не так и платится. Вот электроночки. Что получается? Ну, катушка, естественно, касается. Свободный радикал. Водород не нужен. Когда он сталкивается с радикалом, они меняются изрядами. А когда они меняются, получается дистиллированная вода. Та, которая нужна для архуиста. То есть мы на пользу общей человек. Ну, похоже, все, как волшебство. А если дышать водородом, то сразу... Ты понимаешь? Не то, что он через секунду, через... Сразу распоряется все вот эти вот... Микротромбики, все это... Наверное, похоже. Почему у нас это не делают? Ты даже в народе. Дышать в народе. Я вот первый раз слышу, конечно. Ты знаешь, чем делать. Ты знаешь, чем делать. Водородом дышать. Прикол в чем? Можно же сделать неживей теплости. А нельзя. Ионы неживей, когда у этого идти, там ионы еще идти. Потому что, когда вырабатывается, если металл любой неживей, то и металл... Как бы, знаешь, когда я разбираю этот генератор, то по кругу у меня... Ну, тушу круга там резинки и все там. Поэтому по кругу движешь микроны, даже нахтем, раз-раз. То есть его нет. Она видно, как она. Она блестит красиво такого. Но нет, она ушла. Поэтому нельзя. Потому что у нас клетка, она питается через ионоотменную имидрану, которую ионы допускают где-то помидоров, того-того-того, кислородом и так далее. Но она отменяется. И эти ионы, короче, уже эти попадают туда, в клетку. А вывести нечем. Никто их не будет никогда. Поэтому, естественно, капучка прозрачная, чтобы потусить клеточку, чтобы она покахала, короче. У меня тоже есть выход. А у рака, у рампула. Там только выхода, выхода нет. Поэтому надо снижаться. Если человек умирает не от рапа, не от спитания, от всяких болезней, от страсти. А от рампы нет. И вот это что? Чуть-чуть убрать твои летом. Получается, сорок метрохондрий каждый год. А у нас человек, из-за того, что у нас работают метрохондрии, мы у них три часа. Мы знаем, что если метрохондрии здесь, то ты проживешь. Не знаешь? Не знаешь, что она будет? Короче, ладно, потом. Ты расскажешь. Получается, что хочешь не хочешь, у нас сам накапливает дикталат. Это вам чем-то человек старее, от своих метрохондрий, которых уже не мешал. А нет, для чего нужно, чтобы предка родилась. Ну и прожила какой-то свой цикл. Там же в пентале и все. И умерла. А если мы, допустим, три дамы окопывали, то тут и другое. Ну там, естественно, она умерла раньше. Вот. И что делать в водородке? Получается, в те, когда шлютают, сколько ей надо, все. А так как мы не можем дышать в среде водородом, как раньше, тысячи лет, когда написали про дамы дела, водорай на земле. То есть то, что мы крутимся на инновационный центр Крыма, 50-й, да, это путь к этому ведет. Ну получается, если ты водородом дышишь, ты бессмертный. Не можешь умирать вообще. То есть если ты водородом дышишь? Тебе не надо кушать, ты можешь не кушать, ничего. То есть... А чего у тебя дырочка? Отсюда? Вытекает, да, как бы мертвая. А куда вытекает-то? Она? Есть нижняя крышечка, она там лежит. Закручивается. Ну я не закручиваю, то что я сюда водородочекаю. Здесь крышечка. Нет. Да, вон она. Вот там пирочка снизу. Вот она. Ты достаешь ее, она нажимается. Ну естественно, что-то вытекает. Ты выбрал президент? Да, да, да. Я тоже пускай жить каждый день. Ну это за началом Ярослава. Ага. Да, я голосовал в президента. Потом на глобальном ловне было послание глобального ловня, знаешь, вот это перед прямой трансляцией. Знаешь, да? Перед прямой трансляцией вот недавно было. Обращение глобального ловня было к президенту. Знаешь, да? Не послал-то тебя? Я послал. И я 54. Ну естественно, не знает Ярослав и так далее, что я 54. Я сам последний. Буквально то выхода в эфир, за 10 минут это произошло. Я был в судаке, незаконка, поэтому я забежал в брата, и всё, говорю, так, не на послание. Я был больного ловня, и я читал и сделал. Кстати, Ярослав об этом не знаю, что-то я. Я не хвастаюсь, ничего не говорю. Есть многие вещи, которые они не знают. Да, не проблема поехать в ней, где вот это зло очень много, набрать, сделать его и так далее, пульнуть и начать развиваться. Но там, если узнать, то просто не уберут с дистанции. И вот это пока сейчас эрмаха, да? Ну общаешь, не общаешься. Они даже все боятся. Я ж не хожу в это вот. Вокруг меня есть голова сискосвета. Я с шушерой вот это все, вообще не общаюсь. Это они должны прийти сюда, постучать. Вот, что ты как-то, понимаешь? Они явно лежат. Если я пригласил к себе главного управляющего в совхозе по всей Минограни, Сашка, здесь кушал рог, калифан, и все. Там народная саша. Сели, я ему показал катушки, все, что виноградники были, чтоб ядом их не прискликнуть. Я все это прошел, это все ядом, чтоб этого не происходило с людьми. Все рассказал, все. Никто не еще елец, никому не дал участок, чтоб я поставил катушки, это разрешили и провели этот эксперимент. А огромные деньги вваливаются в эти яды, и естественно раскидывается это все на зарплаты, и меньше западу рабочих. Здесь люди у нас чуть под зажиратель. Кто в совхозе работает, то он же бывает и отдыхающих держит. Не все, конечно. Кто у нас возле моря, те крутые. А кто дальше, нет отдыхающих, они такие же. Такие же, как и отдыхающие. Но когда есть здоровье, хочется работать, жить. А когда нет, в этом выходят все-таки. Ты знаешь, любят болеть. Любят болеть. Да. Когда у меня нога прошла, а наш сусал был рушатный, более адский. Тем более на полгода. Я вообще по два-три дня лежал, не мог стоять. Ну, я скажу, болецкий. Ну, технический мой, безболечный. Да. Он уже не помогал. Рушатный уже все. У меня травмы, я перенаром гонял. Фу. Вот. Кто-то что-то начудит. И надо найти его и по прямой, и просто аккуратно обезвредить. Вот. А они, бывает, текают через окна и так далее еще. И бывают литосы больших высот и так далее. Ну, чтобы он ничего не знал, не слышал об этом. И фу. Просто нужен его. А потом уже расслабляешь и все аккуратненько делаешь. Ну, чтоб не убивать. Самое главное. Не норить. Ну, все. И он на место стоишь человека. В этом два травмы очень такие нехорошие. А так как сейчас влияет, ни фига не болит. Все классно. Чего бы не пойти на одну строку, да? Доставить до этой 50-й физической упражненной. Кроме этой груди, ну, естественно, у кого-то. Нельзя еще, конечно, включу и все. Там еще немножко. А мне мало нагрузок с этой настройки. Вообще мало. Ну, естественно, питание. Все, я еду. Особенно надо. Кушаю. Я много кушаю. Потому что я работаю. Ну. В тонусе, когда себя держишь, ты можешь хоть боевикартик здесь сниматься. В тонусе, когда себя падает, ну, реагирует резко. Все на выстрелы. Там же реагирует. На афгантерж работаешь. Это же не то, что вот это сейчас. Я удивился, вчера Сашку увидели, которую мы в голову отрезаем. Еще и с тобой делали Санявы. Я уважаю таких хороших пацанов. Простые пацаны вообще. Так, я с вами зря, ребята. Так, я сейчас напрямую делаю. Ух ты. Ух ты. Ух ты. А там снизу под ним будет вот эта удочка ненужная. Так, а чем ты? Как она? Здесь окончательно стоит. Угу. Ну, смотри, как она здесь. Ну, смотри, как она здесь. Тысяча, пять часов, пристойного. Вот. Все по времени будет. А вот допустим. Ну, допустим, у тебя генератор водовой. Вот. Вот. Здесь, правда, залиты сейчас до автомобиля. Ну, тут. Натрико. Каустийская суда. Вот. Натрико. Подсоединяется. Это платиновые пластины. На поливанике любые вещи. Позалачивать, посеребрять и так далее. Вот это самые крутые. Титан покрытые платья. Ты тоже их заказывал, да, по-моему? Да, да, да. Пластины. Вот это вздомоку. Казалось, без них. Ну, как бы чуть-чуть тут кажется, да? А пять тысяч вложил. Хорошо. Угу. Так и что ты ее не применяешь? Второй генератор на автомобиль наставил. Потом я отдышал. Ну, я должен дышать водородом. Я отдышал им. Дел воду. Дел воду. Ну, я воду отсоединял нож в воду здесь. Расскажи, что это такое еще раз. Ну, видно, что это генератор водорода. Вот. Здесь стоят пластины, которые здесь присоединяются и начинают как бы катализировать. Примерно это так работает. Это лабораторный, то есть как бы я не готов делать съемочку. Вот это просто лабораторный. Проверялся, как и добывальный водород. Значит, это и работает. Ага, надо открывать краны. Сейчас, секундочку. Краны закрыты, чтобы не волнуло. Вот. Так, да, так. И сюда, все. И машину приорит. Так, да, так. И сюда, все. Это вот водород уже. Прям. Вот. С кислородом, сейчас смесь идет. Это гремучая смесь. Она здесь выходит? Да, да, да. Ее можно дышать? Нет, сейчас нельзя. Нельзя дышать? Потому что это для автомобиля гремучая смесь. Для человека у меня по-другому. Здесь отделяется у меня мембрана. Газбрауна, да? Газбрауна, посмотрим. Да, газбрауна. Гремучка. Значит, у меня есть перегородки. Все это дело. Отделяю водород от кислорода. Но это все колхоз. Надо делать по уму. Вот. Примерно как вот эти мембраны здесь. Которые здесь сделаны. Патенты все есть. Информация все есть. Но изготовить в домашних условиях невозможно. Вот. Сейчас уже отключил. Вот. Что-то было продемонстрировано. Вот. Хочется, конечно, свое сделать. То, что будет работать. Вот то, что отходы. Ага. Да, да, да. Давай, секунду. Да, секунду. Да, секунду. Установочка. Да, действительно, генераторы водорода, они недоработаны еще. Недоработаны. А вот то, что я тебе показывал. Пластины, помнишь, чертежи. Да, у меня такой тоже был генератор. Я ездил на мопеде, он там внизу сейчас стоит. На гремучке ездил. Не то. Там бы есть нежеликие пластины вообще, но не то. Надо только, чтобы были каплюты платины. Чтоб ионы не уходили металлов. Пошневую, конечно, забываю. Слушай, пошневую сильно. Много раз у всех проверено, поэтому вот такая тема. Да. Так. Вот эти глупки еще там не дуали. Чуть-то чем-то помочь. Этим делом позанимался. Чуть-чуть, понимаешь? Ты можешь выключить. Выключи. Угу. Что-то вот ты...